Друзья, всем привет! Сегодняшнюю самоделку будем делать из фанеры. Как раз остался у меня вот такой кусок 15-мм фанеры. Он и пойдет в дело. Надо отчертить два одинаковых квадрата. Я грубо взял 120 мм, а потом для рационального распределения фанеры сделал размер чуть меньше. На ленточном станке сначала отпилил по разметке, а потом решил, что сделаю заготовки немного меньше, чтобы два квадрата уместились по ширине куска фанеры. Получилось примерно по 115 мм. Кстати, у меня в мастерской появился ленточный станок. Обзор на него выйдет через пару дней, так что не пропустите, если вам интересно посмотреть, что это за станок. На получившихся квадратах делаем разметки. На первом находим центр с помощью диагонали. На втором делаем разметку по углам, отступая по 1 см. А затем сверлим и зинкуем. Склеим между собой заготовки столярным клеем. А далее скручиваем саморезами. На сверлимном станке коронкой по дереву наметим центр и очертим круг, слегка прикоснувшись к фанере. Диаметр коронки можно подбирать по своему желанию. В моем случае она на 64 мм. После этого в месте, где пересекается линия диагонали и линия окружности, сверлю отверстие сверлом форстнера, глубиной чуть больше толщины одной из фанер. Получается около 17-18 мм в глубину. Сверло в моем случае взято на 35 мм. Проделаем то же самое с противоположной стороны, но я взял сверло на 25 мм. Той же коронкой, которой намечали окружность, высверливаем первую фанеру. А в конце рассверливаю сквозное отверстие в центре на 10 мм. И с обоих сторон делаю небольшие углубления на 15 мм. Делалось это все для того, чтобы установить врезную гайку под резьбу М8. С обратной стороны вкручиваем болт. Самоделка готова. Сейчас покажу для чего она. И для этого все той же коронкой делаем несколько кругляшков. Теперь берем нашу самоделку и фиксируем на столе сверлильного станка, предварительно отцентровав в одном из боковых отверстий. А теперь приступаем к сверлению. После того, как просверлено первое отверстие, ослабляем немного гайку и поворачиваем заготовку на 90 градусов. Так, чтобы получившийся полукруг был ровно по центру следующей линии. И так повторяем 4 раза. Немного шлифуем. Берем врезную гайку и вкручиваем. Получился вот такой барашек для удобной фиксации чего-либо от руки. Я сделал такой 4-х лепестковый вариант гайки барашка, но можно сделать и болт барашек. А также не только 4-х лепестковый, но можно сделать и 3-х лепестковый. Но только на самоделке надо сделать разметку в 120 градусов и сопоставлять кругляш по этим разметкам при сверлении. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, вот такая самоделка получилась. С ее помощью теперь легко можно делать удобные барашки. Я видел много вариантов последовательности и процессов изготовления данной самоделки, но я вывел для себя самый простой и эффективный. Так что берите на вооружение. Буду делать следующую самоделку, и там как раз пригодятся такие барашки. Поставьте лайк, если видео оказалось полезным для вас, и напишите комментарий насчет всего этого. Может, остались вопросы, не стесняйтесь и пишите, постараюсь ответить. Тех, кто не подписан на канал, я рекомендую это сделать прямо сейчас. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok